У вас есть проблема? У нас есть решение! Сегодня в программе поступаем в зарубежный вуз. Как подготовиться к поступлению в университет, какие документы потребуются собрать и о каких тонкостях стоит знать, прежде чем отправиться в путешествие по иностранному океану знаний. О преимуществах и недостатках российской системы образования можно спорить сколько душе угодно. Однако многие дипломированные специалисты почему-то не могут найти работу с достойным заработком. То ли дело зарубежные вузы, качество образовательных программ которых высоко ценилось во все времена. Как поступить в вуз? Я расскажу прямо сейчас. Если в отечественный вуз нужно подавать документы по факту сдачи ЕГЭ, то с поступлением в зарубежный университет придется потрудиться. Начать присматриваться к заграничным вузам стоит за 2-3 года до поступления. Шаг 1. Выбираем университет-колледж. Шаг 1. Выбираем все данные о зачислении. Начинайте с поиска университетов, которые соответствуют вашим целям, учебным интересам, уровню языка и вашему бюджету. На это может уйти до 3 месяцев. За 5 лет существования старшей школы у нас было 3 выпуска. И у нас 2 ребенка уже учатся в Китае. Один ребенок учится в Греции. И вот следующий год у нас планируется ребенок учиться в Италии. Нужно сначала определиться с вузом, посмотреть кафедры, посмотреть преподавательский состав. Это в любом случае, потому что мы с детьми проводим определенную работу для того, чтобы понять, чего хотят дети от жизни. Ну а потом, конечно же, нужно сдать успешно экзамены в школе. Почему? Потому что дети многие переживают, влияет ли ЕГЭ на поступление в зарубежный ВОЗ. Не влияет результаты ЕГЭ, не влияют на поступление в иностранный ВОЗ. 99% иностранных ВОЗов в зарубежном принимают студентов только по аттестату. Но нужно помнить, что аттестат должен быть, как правило, не ниже средний балл 4 и 8. Средний балл аттестата складывается из всех оценок аттестата. Также выпускникам 11 класса необходимо успешно сдать ЕГЭ по русскому языку и математике для того, чтобы получить аттестат. Многие иностранные университеты запрашивают у образовательного учреждения в ведомости оценок за 10 и 9 класс, и эти оценки должны быть подтверждены. Шаг 2. Сдаем международные экзамены. IELTS, TOEFL, SAT, GMAT. Бывалые студенты советуют сдать экзамены заранее, чтобы было время пересдать экзамен, если балл не устраивает. Существуют такие тесты, как TOEFL, IELTS, они действуют от 1,5 до 2 лет, в некоторых странах дается 5 лет. То есть, если студент сдал, если ученик сдал тест и в течение 1,5-2 лет не поступил, то сертификат полностью сгорает, он заново дает этот тест. Шаг 3. Собираем и легализуем документы. Пишем мотивационное письмо, собираем рекомендации, берем выписку оценок из университета или школы. Существует два вида легализации документов. Это апостиль и консульская легализация. Греция, Италия и другие страны-участницы Гаагской конвенции принимают апостиль. А, например, для поступления в китайские вузы потребуется легализация документов через консульство. Причем на бумагах должна стоять подпись дипломированного переводчика. С ноября по март можно подавать документы в вуз. Бывалые студенты советуют подавать документы до декабря. В это время всегда легче поступить. К слову, каждый вуз выставляет разный пакет документов для поступления, так что подробности стоит уточнить заранее. Шаг 4. Получаем финансовую справку. Зарубежный вуз запросит у кандидата документы, подтверждающие наличие ликвидных средств на обучение за рубежом и оплату проживания. Подтверждающими документами могут быть, например, выписка о состоянии счета из банка, письмо от спонсора или документ о присуждении гранта. Для финансирования образовательного процесса можно использовать следующие источники – собственные средства, гранты, стипендии, образовательный кредит для иностранных студентов. Большинство вузов иностранных, они платные. Существуют, например, в Германии есть Сорбона. Она, например, берет Англия, Франция. Они берут некоторые, но они берут не очень много. Но в любом случае большинство вузов от 5 тысяч долларов и выше. Какой момент есть? Вот, например, в Германии есть вузы, в Чехии есть вузы, которые принимают наших ребят в Финляндии, в Нидерандах бесплатно. Но там есть обязательно два условия. Обязательно два условия, которые ребенок должен соблюсти. Это в совершенстве знания языка, на котором они будут, естественно, учиться. И, конечно же, уровень знаний должен быть ниже гимназического. Шаг 5. Отправляем документы в вуз и ждем приглашения. Ожидание результатов может тянуться от нескольких недель до нескольких месяцев. Если кандидат полностью удовлетворяет требованиям программы обучения, ему направляется официальное уведомление о безусловном зачислении. На его основании выдается студенческая виза. В этом же письме может содержаться информация о размере, предоставляемой кандидату в финансовой помощи. Если абитуриента хотят зачислить, но не дотягивает по некоторым критериям, ему направляется уведомление об условном зачислении. Это значит, что кандидат может быть зачислен в случае выполнения определенных условий, таких как пересдача языкового теста, получение диплома в высшем образовании, предоставление подтверждающих документов о наличии средств на обучение и прочее. Шаг 6. Получаем визу. Необходимо тщательно изучить требования консульства страны, куда вы подаете документы на получение долгосрочной студенческой визы, какие документы должны входить в пакет, требования к финансовым, медицинским документам, сроки подачи и рассмотрения и прочее. Еще один момент. В иностранный вуз зачисляют выпускников, закончивших 12 классов школьной программы. Поскольку в российских школах учатся максимум 11 лет, нужно либо доучиться один год в отечественном вузе или колледже, либо отучиться год за рубежом на языковых курсах, что многие и делают. К слову, российская система обучения ценится иностранными студентами. В международной школе нового тысячелетия учат ребят не только очно, но и дистанционно. Дети нацелены на поступление именно за границу. Для того, чтобы поступить за границу, им необходим балл аттестата. То есть они сдают только для аттестата русский язык и математика. Дальше они следят, чтобы в аттестате, стремятся к тому, чтобы в аттестате у них было минимальное количество троек, если возможность такая есть. Они проходят повторный курс, сдают переэкзаменовку для того, чтобы повысить свой балл аттестата. Ну и дальше уже все в моих руках. Они определяются по профориентации в нашей школе. Есть определенная работа, определяются со своей будущей профессией. Смотрим в ВУЗ, страну. И таким образом дети поступают. В этом году, допустим, ученик с того года, который учился, один из учеников, которые поступили, учится бесплатно на обучение в Греции. Он получает медицинскую страховку, питание, бесплатное обучение, проживание в общежитии он живет. И за счет того, что у него был балл аттестата 5-0. Такие обучающие программы в школе проходят ученики из Канады, Таиланда, Индонезии, Новой Зеландии. К таким результатам прийти возможно, если скорректировать программу обучения. Авторские методики, углубленные изучения предметов в этом помогут. Так как большую часть времени ученики школы находятся за границей, то приезжают для сдачи экзаменов во Владивосток лишь один раз в год. Также они углубленно изучают и язык той страны, где хотят учиться. Греческий, испанский, английский каждому подберут учителя. При этом ЕГЭ также придется сдать. Подготовленные абитуриенты, как правило, отправляют запросы сразу в несколько иностранных ВУЗов, а потом выбирают из тех, которые ответили согласием. В выбранный ВУЗ необходимо направить ответ о принятии предложения. Удачи вам в вашем обучении!